Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео мы будем создавать свою собственную турбо-флешку с бешеными скоростями. Вы готовы? Поехали! Ну, я думаю, хотя бы один раз в жизни вы были счастливым обладателем самой обыкновенной USB-флешки, большинство которых имеет один существенный минус – это скорость передачи данных. В каких-то случаях скорость, не достигая даже 10 Мбайт в секунду, вам приходится ждать, а на дворе уже 23-й год. Неужели нету более лучшего варианта? Ну, скажите, о чем ты говоришь? Ведь есть флешки с быстрой скоростью передачи данных. Вот, я выставил скорость передачи данных от 700 Мбайт в секунду. И да, они есть, но стоят они очень дорого. Да и на некоторых нету даже разъема USB. Есть только USB Type-C, которого, к примеру, может не быть на старых устройствах. И потом мне пришла к голову мысль, а не проще ли купить адаптер с SSD на USB. Я начал гуглить, и на сайте Sber Megamarket нашел вот такой внешний корпус под названием S-Pad, который позволяет подключить современный M.2 NVMe SSD через USB к нашему компьютеру. Максимальная скорость передачи данных здесь написана 10 Гбит в секунду. Это значит, что у нас тут стоит разъем USB 3.1 Gen 2. Не путать с USB 3.1 Gen 1, который поддерживает скорость только до 5 Гбит в секунду. Также в комплекте у нас имеется обычный кабель USB и кабель USB Type-C. То есть данный адаптер можно будет подключить как к старому, так и к новому компьютеру без разницы. Ну, логично, что к этому адаптеру нам обязательно нужно приобрести SSD. Что и было сделано тоже на Sber Megamarket. SSD называется Hikvision M2 E3000 на 256 Гбит. Это очень бюджетный NVMe SSD, который позволяет развить скорость. Ну, то, что написано в характеристиках, это 3 Гбит чтения и 1 Гбит записи. Скорость нашего адаптера как раз упирается вот в это значение. То есть данный SSD нам подойдет. Единственный минус у этого SSD, у нас тут небольшой ресурс перезаписи. Но мы все-таки будем использовать его как флешку. Винда на нем стоять не будет. И в материнку мы его подключать не собираемся. Так что пойдет. Все вместе у меня вышло 3200 рублей. Кстати, на сайте Sber Megamarket есть отдельная категория под названием товары для геймеров. Здесь вы сможете приобрести огромное количество современного железа и периферии для вашего ПК. Причем гораздо дешевле, чем в обычных магазинах. Здесь у нас есть все комплектующие для ПК. То есть это видеокарты RTX 4090, 4080, 3070. Современные SSD диски. Процессоры. Материнки. Игровые корпуса. Один, кстати, из которых вы могли уже видеть в моих видео. Я брал его с промокодом. Получилось очень дешево. Кстати, насчет скидок. Сейчас действует промокод MegaVesna. Который даст вам скидку в размере 1000 рублей. На первый заказ от 5000 рублей. И сейчас появился новый способ доставки, который называется доставка курьером по клику. Вы сможете принять товар через вызов курьера в личном кабинете. Товар поступает на склад, который находится рядом с вами. Вы заходите в приложение, выбираете время доставки. И курьер в течение 15-30 минут доставит ваш заказ. То есть вам даже не придется выходить из дома. Промокоды, все ссылки будут в описании. Так что что, мы получили посылку. Она состоит вот из двух частей. Это у нас NVMe диск с максимальной скоростью чтения 3500. Ну и, собственно, переходник. Давайте вскроем. SSD M.2 NVMe на 256 гигабайт. Очень дешевый. С промокодом он вышел 1100 рублей. Но это очень дешево. И вы не поверите, смотрите, что у нас есть в комплекте. Обычно это идет с материнской платой. А здесь производитель положил нам крепление. Также присутствует инструкция в текстовом виде. Ну и сам переходник, где у нас будет храниться диск NVMe. Провод USB Type-C Type-C. Обычный USB на Type-C. Крепление, отверточка и инструкция. Давайте же все это дело соберем. Мы все собрали. Выглядит это как-то так. Давайте же это дело протестируем. Подключаем адаптер к ПК. И он у нас определяется не как флешка, а как отдельный диск. Так как он определяется как диск, мы не сможем записать на него образ Windows, к примеру, и запустить установку. Но это не критично. Почему? Вы поймете далее в видео. Первым делом я его проверю на тестовом компьютере. Форматируем диск. Все успешно у нас определился. Вот он, 238 гигабайт. Ну и давайте запустим Crystal Disk Mark. Что-то у нас показывают какие-то очень низкие значения по скоростям. Ну, дело в том, что я тупанул и, даже не посмотрев, подключил его к разъему USB 2.0. Естественно, там скорость слишком низкая. Нам нужно как минимум подключить его к разъему USB 3.0. Что и было сделано. Другой разговор. 500 мегабайт в секунду. Ну, это у нас старый компьютер. Как мы знаем, максимальная скорость через USB 3.0 составляет 5 гигабит в секунду. Или 620 мегабайт в секунду. Именно поэтому он дальше не развивает скорость. Теперь мы его подключим к современному компьютеру, но уже через разъем Type-C. Либо через разъем USB 3.1 Gen 2. У них скорость одинаковая. Которая уже составляет 10 гигабит в секунду. Если мы вернемся к описанию, у нас тут написано USB 3.1 10 гигабит в секунду. То есть у нас тут стоит версия USB 3.1 Gen 2. Это и будет максимальная скорость, по которой мы сможем передавать данные. И здесь уже совсем другой разговор. Мы можем видеть 1 гигабайт в секунду. То есть все согласно тесту Crystal Disk Mark. Мы получили максимальную скорость. Но, а что если мы попробуем скопировать файл? И здесь у нас уже показывает 250 мегабайт в секунду. Что странно. Потому что программа уже показала 1 гигабайт. Почему такая низкая скорость? Я тупанул во второй раз. Потому что начал записывать файл с жесткого диска. А как мы знаем, на жестких дисках у нас не такая высокая скорость записи и скорость чтения. Также не стоит забывать, что все, что тут написано, в характеристиках любого SSD диска. Это все далеко не среднее значение. Это максимальная скорость чтения и записи в идеальных условиях. Как правило, самая большая скорость передачи данных на SSD происходит, если вы заняли на нем где-то не больше 30% емкости. Если он у вас полностью забит, то скорость записи может снизиться. Поверьте, что в реальности, если вы будете постоянно пользоваться SSD диском, если он у вас будет забит, то всех этих значений в плане копирования файлов, скорее всего, вы не увидите. Ну, конечно, я воссоздам идеальные условия. Я полностью очистил SSD диск. И сейчас пробую записать сюда крупный файл. И как мы можем видеть, сейчас скорость стала нормальной. То есть в среднем где-то 700 мегабайт в секунду. Что довольно-таки неплохая скорость передачи данных для такого портативного устройства. С такой скоростью вы сможете очень быстро закачать какое-то видео на вашу турбофлешку. Подключить ее к телевизору, к другому компьютеру и также быстро все это перекачать. Но это недорогое SSD. А что если сюда поставить, например, один из топовых Samsung 970 EVO+. Да, мне пришлось его вытащить из основного компьютера. Но не беспокойтесь, на всякий случай я сделал резервные копии. Какая же скорость будет на нем? Давайте проверим. Ну и, кстати, согласитесь, что это большой плюс, что мы можем просто взять и поставить сюда SSD большего объема. С флешкой у вас такого сделать не получится. Придется покупать новую. Так, все установили, все подключили. И у нас показывает 500 мегабайт в секунду. Но помните, что я вам говорил до этого. На данный момент Samsung 970 на 1 терабайт. Он забит на 80%. Поэтому он показывает такую небольшую скорость. Но будьте уверены, что если его полностью форматнуть, скорость будет еще выше, чем на дешевом SSD. Я думаю, это будет минимум 1 гигабайт в секунду. То есть все будет упираться в разъем USB. Я бы, конечно, его форматнул, но, блин, у меня там стоит винта. К сожалению, я не могу этого сделать. В любом случае, скорость тоже очень большая. Остается вопрос, а что у нас со скоростью чтения? Сейчас я пробую с турбофлешки перекачать файл на компьютер. Ого! Практически моментально. Если поставить на паузу, можно заметить 2 гигабайта в секунду. И это очень странно, потому что на нашем адаптере стоит разъем USB 3.1 Gen 2. То есть здесь максимальная скорость 10 гигабит в секунду. А 2 гигабайта в секунду это вроде как 16 гигабит. А такая скорость может быть у разъема USB 3.2 Gen 2. Торому, кстати, и был подключен адаптер. Да, с этими разъемами USB можно сойти с ума. Потому что их огромное количество. Вот здесь можно посмотреть характеристики разъемов в мегабайтах. USB 3.1 и USB 3.2. По идее, скорость должна была упираться в разъем, который на адаптере. Это USB 3.1 Gen 2. 1.2 гигабайта в секунду. Но каким-то чудом этого не произошло. Самое интересное, что далее я проверил все это на дешевом SSD. И там стабильно показывает 1 гигабайт в секунду. В общем, очень странно. Если у вас есть какая-то информация, почему это происходит, то можете написать об этом в комментариях. Кстати, я чуть не забыл, если вдруг вы захотели еще больше скоростей. Если у вас очень много современных компьютеров с разъемами USB 3.2 Gen 2.x2. Ну, который развивает скорость 20 гигабайт в секунду. Тогда вы можете взять просто другой переходник. Вот, например, один из этих вариантов. Здесь скорость будет примерно 2,5 гигабайта в секунду. Ну, естественно, SSD тоже должен ее поддерживать. У многих, наверное, еще возникнет вопрос. А что насчет перегрева? Ведь NVMe очень сильно греются. Ну, как можете видеть, я скачал программу HV Monitor. В данный момент идет активное копирование на турбофлешку. И температура у нас в пределах нормы. Это все благодаря металлическому корпусу адаптера. Я так понимаю, что он играет роль радиатора. То есть рассеивает тепло. Так, у нас все работает. Скорости большие. Но у нас остается один вопрос. А что если я хочу записать сюда образ Windows и запустить установку? Для этого мы будем создавать так называемую винтошу или винтой. Об этом у меня выйдет отдельное видео. Ссылочка будет в описании. С помощью программы винтой мы сможем загружать огромное количество образов Windows, Linux на нашу турбофлешку. И без проблем грузиться через boot-меню. Чтобы установить винтой, нам нужно перейти на официальный сайт. Скачать архив. Далее открыть вот этот файл. Выбрать наш SSD. Там все данные удалятся. Поэтому, если будете это делать, обязательно сохраните все заранее. Нажать кнопку Install и дождаться окончания. Теперь все, что осталось сделать, это закачать на турбофлешку образ Windows. Который можно скачать даже с помощью специальной утилиты Microsoft. Никаких проблем с тем, чтобы достать образ, нет. Итак, наша винтошка готова. И сейчас я расскажу, что с помощью нее можно делать. Давайте зайдем в boot-меню. И сейчас мы можем выбрать загрузку образа в Windows. Как в обычном режиме, то есть в режиме Legacy, так и в режиме UEFI. Но, чтобы загрузиться в режиме UEFI, вам нужно выключить Secure Boot. Иначе она загрузится только в Legacy. Например, на нашем тестовом компьютере, на материнской плате Asus Z77A. Здесь нужно выбрать TED-пункт. Тогда Secure Boot будет отключен. Это огромный плюс. Почему? Потому что, если у вас есть возможность загрузиться в разных режимах, вы сможете установить практически любой Windows. Давайте выберем в режиме UEFI. И вот у нас появляется список всех образов, которые мы закачали на нашу турбофлешку. Ну вот, смотрите. К примеру, мы хотим загрузить установку Windows 11 в режиме UEFI. Так, мы уже в UEFI загрузились. Просто выбираем Windows 11. Выбираем загрузиться в нормальном режиме. Второй режим — это если у вас по каким-то причинам не получается загрузиться в обычном. И вот у нас появляется меню установки. Здесь мы можем выбрать версию Windows 11. И еще один очень жирный плюс, так как наша турбофлешка может развивать гигантскую скорость. Интерфейс у нее USB 3.1 Gen 2. При подключении вот даже к старому компьютеру, тут только стоит USB 3.0 обычный, мы сможем развить огромную скорость загрузки этого образа и скорость копирования файлов. Простыми словами, даже на старом компьютере Windows установится очень быстро. Даже ради эксперимента давайте замерим, сколько у нас займет установка Windows 11. Так, вот у нас есть тестовый SSD. Давайте удалим там все разделы. Жмем «Далее» и засекаем. Как можно заметить, копирование файлов уже завершилось. Далее пошла распаковка. Если бы вы это делали с обычной флешки, у которой небольшая скорость, то копирование файлов в Windows заняло бы большую часть времени установки. Прошла всего лишь одна минута. Сейчас уже пойдет первая перезагрузка. Все. Вот смотрите, примерно минута 20 секунд. А далее все уже зависит от мощности вашего процессора. Чем он быстрее, тем меньше времени займет настройка. С тем же самым успехом можно установить Windows 8, Windows 7. Тут даже можно запустить установку Windows XP. Сейчас он уйдет в синий экран смерти. Ошибка 7b. Ну, из-за отсутствия драйвера SATA. Но просто сам факт, что мы даже XP можем установить, очень радует. Да, вот ошибка. Также вы сюда можете закачать образ WinPE. Это уже готовая, установленная, урезанная операционная система Windows. В данном случае 7. Это может быть 8, 10. Которая создана для того, чтобы у вас была возможность загрузиться на неисправном компьютере слэшки и как-то восстановить свою систему. Так, ну что можно сказать по итогу? С помощью данного адаптера мы получаем возможность подключения к нему как и обычных M.2 SSD, так и NVMe. Причем вы можете в любой момент его заменить. Например, поменять 256 гигабайт на 1 терабайт. И вам не придется покупать новую флешку. У нас есть разъем Type-C, USB. То есть подключение будет возможно как и к современному компьютеру, так и к старым компьютерам. Причем на старых компьютерах вы получите максимальную скорость передачи данных. Все будет упираться в разъем на материнской плате. И это все еще будет стоить дешевле, чем покупать отдельно быструю флешку. Единственный минус, что этот внешний корпус гораздо больше, чем обычная флешка. Но тут каждый убирает сам. Вот теперь в следующих видео с помощью винтоши и турбофлешки я буду устанавливать огромное количество операционных систем Windows. Напишите, что вы об этом думаете в комментариях. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.